произведено полностью все в россии и на данный момент есть в ассортименте это гель-лаки мы видим вот вот в таких они флаконах с квадратной крышечкой объемом все идут они по 11 миллилитров и имеют очень очень широкую палитру я вам сейчас покажу кольца с типсами вижу меня перископ заработал так перископ с типсами господи кольца с типсами на данный момент отметим что в магазине очень много цветов наличие практически все что есть на типсах можно купить да но каких-то цветов уже осталось по одному два флакона то есть большая палитра синий фиолетовых красные зеленые и отдельное кольцо со всеми нюдовыми цветами и конечно же неончики но о цветовых гаммах мы сегодня с вами еще поговорим я расскажу вам еще о трендовых цветах этого сезона вот а пока просто по продуктовой линейке соответственно ассортимент да по цвету очень большой напоминаю что марка это новая марка российского производства и конечно давайте с вами пробежимся по ценам какому сегменту мы отнесем данный бренд так конечно если кто-то смотрел сайт или уже мониторил цены далее читал наши посты в инстаграм видели что ценовая политика недорогая да то есть это бюджетная марка цена гель-лака 11 миллилитров то есть да такой полноценный объем 350 рублей ну допустим да для сравнения как у например марки вог и то по моему вог да там объем 10 миллилитров здесь все таки уже 11 дальше сейчас существуют и выпущены в продажу также базы и топы да то есть два вида баз обычная база rubber да или каучуковая и каучуковый топ мы сейчас их посмотрим по консистенции я покажу вам как раз таки кисточку и будем двигаться дальше по цветным гель-лаком будем их выкрашивать по цене на базы и на топы тоже вас сориентируют давайте посмотрим сначала обычную жидкую базу так что положу немножечко листочек всех приветствую кто только подключается у нас сегодня тема новый бренд the one так мы поехали смотреть база базы и топы они сидят по одной цене 420 рублей за 11 миллилитров что тоже достаточно бюджетно да то есть здесь вопросов не возникает поэтому если вы хотите пополнить свою палитру попробовать что-то новое при этом не растратив все свои деньги как обычно у нас бывает да когда приходим в магазин с ногтевыми товарами то отличный вариант да что со старыми делать да просто выкинуть вот нет на самом деле не нужно просто выкидывать позже как минимум материалы все используются заканчиваются либо вы до расширяете палитру да как вариант можно расширить палитру или попробовать допустим что-то новое в плане базы топов если предыдущие вас не совсем устраивали так но конечно этот бренд за счет его дешевизны и такой демократичной ценовой политики я бы рекомендовал новичкам кто только пробует еще не знает абсолютно что им подходит до материал густой или жидкий кисть твердая или упругая там скошенная или круглая вот для этих целей отлично можно попробовать и не пожалеть потраченных денег так поехали обычная жидкая база во многих брендах действительно вы сами знаете есть каучуковые базы а есть скажем так ну я их называю обычные потому что потому что как сказать то они жидкие это не раббер базы они очень тоненькие для чего подходит данный материал то есть жидкая база на абсолютно по густоте как водичка как жидкий топ подходит для чего если вы работаете и у вас есть клиент который не делают выравнивание далее какое-то дополнительное укрепление раббер базами отличный вариант для того чтобы тонко быстро нанести материал второй момент это конечно же салонные часто процедуры да где идет работа на скорость на большой поток и там часто тоже выравнивание не входит в стандартный прайс стандартную услугу и мы работаем жидким материалами на скорость и третий вариант это конечно же при покрытии на педикюре тоже стараемся наши ногти на ногах не утяжелять материалом да чтобы это не приводило к скручиванию врастанию трещина манихолизису поэтому в этом случае также на педикюр подойдут жидкие материалы они густые легкие скажем так да не утяжеляющий наш ноготок так поехали дальше и конечно есть раббер база сейчас я расскажу да про кисть я видел комментарии сейчас поговорим на этот момент раббер база стандартная обычная каучуковая густая база я бы сказала что она даже очень 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 густая не имеет какого-то специфичного запаха обычный запах для каучуковых баз думаю ну вот сложно сказать как но вы думаю понимаете вижу видел до комментарии о том что вот ведь я держу ну вот кисть ой капля с трудом стекает очень густа я бы даже возможно посоветовала ее взять для того чтобы перекрывать дизайны например камефубики да или ленты можно даже слайдеры вот такие густые базы недорогие по своей цене можно брать именно для перекрытия элементов дизайна чтобы да не было ее жалко и тогда уже нам не важно не кисть ничего остального как вариант вот я часто беру какую-нибудь базу самую дешевую условно до густую именно для перекрытия так и поехали как отметили да флакон действительно имеет квадратную крышку мне в руке держать фиолетовую какую в принципе но неудобство может быть тем если вы на флакон надеваете такой типсик да и у вас стоят они на полке тогда да действительно будет неудобно надеть на флакон и конечно кисть она короткая короткая за счет того что сам флакон в принципе небольшой вот и очень очень мягкая вот я даже не давлю практически на флакон и она мне бац уже задирается в каких случаях это хорошо возможно это не очень удобно при покрытии как уже написали в комментариях на длинные ногти но очень удобно при покрытии опять же на педикюре на педикюре удобнее покрывать маленькими кисточками да и мягкими которые очень там легко можно нанести тонкий слой материала без затеков до без каких-либо проблем ну и конечно на маленькие ноготочки тоже всегда удобнее работать и маленькой кисточку кисточкой поэтому в принципе да у нас с вами у любого мастера в ассортименте должно быть несколько вас несколько топов в том числе зависимости от удобства кисточки вот такой момент стоимость такая же 420 рублей за 11 миллилитров также я бы отметила что за счет того что база очень густая да абсолютно не текучие было бы хорошо использовать ее новичка потому что есть вариант когда мы можем потупить и подумать да вижу комментарии что новичкам хорошо было бы базу глосс и топ уна но знаете здесь такой момент что новичка кого считать новичком не для всех новичков скажем так по цене будет приемлемо такие материалки не уже дороже и те кто только пробует вообще пытается там себе условно да сделать покрытие для них этот материал будет возможно некомфортен а деньги уже будут потрачены и как правило на этапе новичка какой-то финансовой базы особо нету и понимание как сколько тратить на материал тоже еще нет поэтому всегда рекомендуем начинать с бюджетных марок чтобы переходя на более скажем так дорогие понимать зачем и за что вы платите я хочу показать попробовать сделать выравнивание базой рабе посмотреть как она растекается и заодно покажу вам выравнивание я делаю выравнивание в принципе без заморочек средним слоем покрываю полностью ноготок после этого беру среднюю каплю или небольшую ставлю ее условно посередине таким образом формируя ну пусть это будет апекс да если мы берем натуральные ногти хотя конечно сложно это назвать апексом и растягиваю каплю сверху вниз с переходами направо и потом также налево это как вариант то есть просто растягиваю и материал разравнивается сам здесь кстати проблем с разравниванием нет возможно ну да на видео не видно но очень легко разошелся он сам вот а другой вариант как мы можем с вами сделать выравнивание если у вас материал не растекся сам то вы переворачиваете руку клиента до под тем углом в какую сторону вы хотите подтянуть материал куда его перекатить да там наклоняете вот и другой вариант когда мы начинаем выравнивание середины да а начинаем выравнивание условно там с 1 3 ноготка и растягиваем в три стороны вы ставите каплю в первой трети растягиваете вниз и постепенно руку отпускаете и сходите на нет для того чтобы торец был тонкий и также по левой стороне тяните тяните каплю отпускаете и сходите на нет вот такие три варианта выравнивания в принципе даже если просто покрыть средним слоем полностью ноготь перевернуть то уже выравнивание минимальное будет сделано и часто этого достаточно не нужно там пытаться выстраивать архитектуру там где это не нужно чтобы не было плюшек и потом еще там выравнивание топом этого точно делать не нужно да без цвета хуже видно но у нас сегодня тема немножко не про этом не будем сейчас заморачиваться давайте посмотрим топ топ жидкий цена аналогичная сейчас постараюсь показать консистенцию вот я его набираю вот он не тянется даже до за кисточкой очень-очень тоненький тоже такой топ использую для покрытия при педикюре и когда мне не нужно до выравнивать ноготочек топом то есть он уже идеально выровнен цветное покрытие хорошо нанесено нет никаких бугров и так далее и просто нужно тонким слоем добавить глянец тогда да тоже очень легкий топ беру жидкий и перекрываю то есть например у меня в работе есть топ коди с липкостью он тоже жидкий и я его использую там ну не знаю каждый второй клиента условно очень часто и что главное если вы работаете жидким материалом ваша работа происходит быстрее да вы не ждете пока там он растечется и не возюкаете кистью очень долго так и конечно топ несмотря на то что он жидкий он идет без липкого слоя так давайте посмотрим дальше также в линейке zuwan есть и есть продажи жидкость для снятия дисперсионного слоя она же является дезинфектором для кожных покров стоимость 250 рублей за 150 миллилитров и вот такая стандартная бутылочка с пульверизатором также есть три масла они в точно таких же флаконов клубника апельсин и виноград обычное абсолютно масло да там минеральное масло и одушка стоимость 140 рублей кстати такой вид масло я имею ввиду недорогой очень удобно покупать для того чтобы выставлять его на продажу клиентам то есть вы там можете делать небольшую накрутку и клиенты чтобы не ходить в магазин будут с радостью у вас его приобретать потому что в большинстве случаев действительно если бы вы предлагали клиенту масло там два из трех мы его купили так как все клиенты в конце процедуры большинство обожает именно этот момент когда вы наносите масло втираете делаете легкий массаж это все воспринимается как отдых как спа даут как какой-то кайф комфорт за которым клиент пришел и тогда соответственно очень будет уместно продать такое же масло клиенту да с небольшой наценкой и вам дополнительный доход всегда кстати старайтесь думать о том какие небольшие доп услуги пусть даже с каким-то небольшим с небольшой накруткой да небольшой выгодой вы можете продавать клиент таким образом вы увеличиваете средний чек и скажем так подсчитывая эти каждую копеечку получаете в конце месяца небольшой прирост к вашему доходу потому что если вы понимаете что у вас клиентская база забилась и вы достигли своего финансового потолка да назовем это так то что вам остается вам остается лишь действительно придумывать те дополнительные услуги которые могут добавлять вам еще плюс к вашему доходу в том числе и первое что приходит в голову это продажа средств для домашнего ухода так сейчас мы с вами будем смотреть и выкрашивать пару цветов для открывать свою студию но я сейчас говорю о том что если мы большинстве своем смотрят конечно частные мастера и в том числе ну или работающие в салоне и если допустим вы не хотите быть бизнесменом да вам не интересна работа с бухгалтерией налоговой да там ремонт помещения учет расходников зарплаты и так далее а вы хотите быть мастером маникюра вот в чем разница кем хотите быть но вы хотите увеличивать свой доход не хотите останавливаться на своем потолке который вы достигли то тогда придумываем допродажи или доп услуги то есть всегда это или товары или дополнительные услуги например какую дополнительную услугу можем ввести например у вас есть ультразвуковая мойка да и вы в ней чистите инструмент но чего бы ей стоять почем зря вы можете предлагать своим клиентам за какую-то плату да там ну я не знаю сами можете придумать от балды или посмотреть кого-то в интернете предлагать ему услугу по чистке ваших инструментов ультразвуковой мойки и пока клиент сидит у вас на маникюре вы можете ему все колечки все сережки там цепочки почистить и я уверена большинство клиентов будет вообще просто в восторге от того что есть такая чудо машинка как ультразвуковая мойка так поехали я взяла оттеночек 08 кстати обращаю внимание что на флакончиках есть такой цветовой цветовая наклеечка да чтобы не потеряться и стоимость гель-лака напоминает 350 рублей я беру стандартный красный классический 08 кисть такая же как у базы и у топа мягкая короткая ну не могу сказать что прям совсем короткая вот если сравнивать с типсом в принципе понятно да какого она размера вот мягкая я думаю у нас покрытие будет спокойно в два слоя сейчас я постараюсь попасть в обе камеры ну на типсах да это даже один слой мы посмотрим и красные и темные цвета и сейчас приближу камеру ага вижу что не видно так так сейчас настроим свет чуть-чуть вот так 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 сейчас с вами смотрим классический красный потому что часто его спрашивают да в принципе какой взять какой классический 0 9 the one ой 0 8 прошу прощения the one классический красный оттенок так сейчас я фокус настрою вот в один слой время просушки стандартное абсолютно производитель рекомендует 2 минуты в ультрафиолетовой лампе и 30 секунд в LED да или гибридных лампах так пока у меня сушится я беру следующий цвет давайте возьмем какую-нибудь пастель например я тоже брала такой классический розовый нежный оттенок это номер 18 так номер 18 сейчас я лампу развернем и попробуем посмотреть что представляет из себя пастель так напиши пожалуйста кто нибудь работал с маркой the one я так понимаю большинство нет а те кто работал какие у вас проблемы в использовании возникали или наоборот какие преимущества да вы для себя отметили это классический я бы назвала такой нежно-розовый который выбирает большинство клиентов да если они смотрят на нежнятину номер 18 по консистенции гель лаки не густые достаточно жидкие и за счет этого они сами да легко выравниваются то есть нету нет каких-либо проплешин это раз и второе за счет того что кисть очень мягкая вот я прям чуть-чуть кладу и она уже да гладит материал нет продавливаний вот таких вот да которые бывают именно из-за кисточки за счет этого материал хорошо ложится но опять же если вы не любите материалы жидкие и не любите кисточки мягкие то вам конечно он не подойдет для тех кто любит велкам расширяйте палитру именно в этих оттенках так взяли с вами у нас просушился красный сушился 30 секунд в гибридной лампе да я не буду носить второй слой мне хватит одного это классический красный 08 оттенок у нас просушился розовый номер 18 то есть один слой ну вот на типсе чуть-чуть плешиве добавляем второй и сейчас давайте поговорим с вами о тех оттенках которые популярны да в текущем сезоне тот красный что я вам показала является наверное одним из самых популярных этой осенью да он такой красно-бордовый и больше чем уверена клиенты будут у вас такой просить дальше остается да неизменно популярным такой нежно-розовый оттенок там с лиловым примерно по тоном обращайте тоже на это внимание и сейчас вам покажу один из новых трендовых оттенков который я думаю если вы уже ходили по магазинам с одеждой вы замечали замечали его преобладание в коллекциях это цвет хаки я нашла в the one под номером 57 это болотный зелено-серый оттенок вот так он выглядит сейчас мне лампу досушить я вам покажу а то она у меня отсвечивает так секунду 57 вот такой болотный цвет немножко на камере он выглядит темнее но цвет хаки цвет болота и сейчас действительно в магазинах и во всех модных коллекциях модных домах и показах этот цвет выступал как один из самых трендовых то есть он есть и в обуви и в одежде и конечно будет присутствовать и в маникюре то есть если раньше у нас зеленый преобладал в том году такие изумрудные оттенки когда более холодные то в этом году зеленый более травяной и ближе к хаки кстати зеленый очень плотный это 57 номер ложится лег в один слой все то есть прекрасное нанесение я его не разравниваю три мазка кистью и у меня цвет лег к чему я все веду к тому чтобы выявить те характеристики и признаки которые скажем так относим к плюсам и те которые относим к минусам для того чтобы вы определились подходит вам материал или нет и смогли сделать правильный выбор у нас досушился 18 цвет нам хватило два слоя для того чтобы он лег без проплешин вот вы можете посмотреть нет проплешин он абсолютно ровный хорошее пастель за свои деньги до 350 рублей за 11 мл флакон поэтому кто собирается расширять палитру особенно ну скажем так редкими оттенками и не хочет тратить деньги там допустим 700-800 рублей на другие бренды на непопулярные цвета отличный вариант расширить палитру и конечно отличный вариант расширить палитру для новичков при этом не покупая совсем некачественный Китай а покупая все таки российский бренд который отвечает всем как бы мерам безопасности есть все сертификаты соответствия качеству и вы можете быть спокойны за то чем вы пользуетесь так поехали с вами дальше мы в принципе как только посмотрим этот бренд я отвечу на ваши вопросы и будем с вами переходить к вашим вопросам по любой теме да у нас всегда с вами такой порядок что мы разбираем какой-нибудь новый бренд смотрим нанесение и качество и после переходим к вашим вопросам на любую тему давайте посмотрим еще одну пастельку а нет давайте посмотрим да пастель еще два оттенка посмотрим и уже разберемся с вашими вопросами вопросами которые у вас есть также напоминаю что трансляция сохраняется в инстаграме на сутки в перископе навсегда и как только у вас возникнет желание допустим купить этот бренд посмотреть с чем его едят пожалуйста заходите к нам в перископ находите трансляцию с названием the one и и можно сюда посмотреть в свободном доступе так поехали также в перископе у нас множество трансляций на другие темы и в том числе связанные с другими брендами да мы смотрели с вами и Clio и Oniq и Юлиф Белей мы рассматривали все какомфлирующие базы смотрели с вами и Арнель в общем большинство тем которые можно было осветить мы освещали выбирали с вами лучшие лампы для полимеризации кисточки рисовали френчи все что было вам интересно так как найти нас в перископе все аналогично вы вбиваете ногтешоп и вы увидите нашу страничку с нашей аватаркой да и не ошибетесь там в сохраненных да трансляциях вы увидите все которые уже проходили в том числе мои коллеги также проводят трансляции да например по рисовашкам по мастер-классам именно там флористики да например зверушкам по по работе там с аэрографом да и вы можете их посмотреть итак оттенок 26 молочный похожий на слоновую кость да только такую теплую слоновую кость на тип селеку идеально в один слой но на ноготках думаю ляжет в два поэтому конечно консистенция к плотности оттенков нет никаких претензий и что мне лично очень нравится это то что материал не густой а значит увеличивается скорость вашей работы мы с вами неоднократно на других трансляциях поднимали эту тему мы высчитывали даже помню был такой момент мы высчитывали оптимальное время работы мастер маникюра и как как его увеличить или сократить и за счет чего напоминаю что у нас сегодня марка the one мы с вами уже посмотрели базы топы да так быстренько и сейчас сделаем выкраску различных цветов пастелек и темных для того чтобы понять как они себя ведут в процессе так и сейчас посмотрим последний оттенок ага вижу да вопрос последний оттенок и отвечу на ваш вопрос давайте в таком порядке будем двигаться чтобы не не сбиваться с мысли что я хотела вам рассказать ой 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 так просушился у нас оттеночек двадцать шестой слоновая кость на типсе да в один слой на ногтях будет максимум два а может быть и тоже один в зависимости от того насколько идеальны ноготки насколько правильна у них архитектура так как у типса да идеальная скажем так архитектура нет никаких впадин и проблем поэтому всегда материал ложится лучше чем на натуральный ноготь и посмотрим последний оттенок я взяла пятьдесят первый кстати он не синий а ультрафиолетовый я его взяла тоже по той причине что в текущем сезоне это один из трендовых оттенков и конечно на него спрос у клиентов будет однозначно причем ультрафиолетовый классический без каких-либо цветовых примесей смотрите вот я даже не давила на кисть насколько густой материал не густой а имею ввиду пигментированный а по консистенции как раз таки не густой и очень мягкая кисть я прям как не знаю перышком работаю все практически тоже в один слой на ногтях наверное два очень очень пигментированные цвета несмотря на жидкую консистенцию которая может вас забивать скажем так с этого с понимания того что материал плотный и с ними нужно будет устраивать да танцев с бубнами чтобы перекрыть свободный край так отправлю усушиться показываю вам те оттенки которые мы с вами уже выкрасили этот бренд The One стоимость всего 350 рублей за 11 мл то есть бренд бюджетный мы выкрашивали все эти оттенки в один слой и в принципе они все показали себя идеально и пастель и темные цвета да все они пигментированные и хорошо ложатся так в принципе это все что касаемо бренда здесь у нас очень простая продуктова линейка да продуктов ровно столько сколько нужно ничего лишнего нет поэтому вы не запутаетесь при выборе материала давайте по вопросам так какую базу и топ лучше использовать гель лак смотрите если вы конечно же новичок или делаете для себя то я бы рекомендовала точно так же взять базу и топ базу и топ именно этого бренда то есть да мы их с вами смотрели они тоже недорогие например rubber базу и rubber топ то есть каучуковые стоимость у них по 420 рублей за флакон 11 мл вам этого будет достаточно и хватит надолго да и соответственно ой 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 камеру пошевелила и соответственно проблем между базой и цветом базой и топом или там цветом и топом конфликтных не будет то есть ничего не выгорать не выцветать и это универсальный вариант как правило а так в целом производитель говорит о том что цвета не конфликтуют с другими марками материалов поэтому можно и не заморачиваться но если вы работаете как я уже сказала недавно или только для себя то проще всегда брать полностью один бренд и работать только на нем тогда никаких побочных скажем так эффектов не возникнет так вижу вопрос так как они держатся на влажных ногтях давайте поговорим я поняла вопрос про базу про влажные ногти когда мы говорим о влажных ногтях мы имеем ввиду что у клиента есть гипергидроз то есть потоотделение усилено и выделение влаги в том числе на ногтевой пластине усилено такие ситуации на самом деле не часто происходят да часто это у клиентов с лишним весом у клиентов диабетиков или у клиентов у кого есть проблемы с щитовидной железой кстати часто клиент не знает о том что у него гипергидроз или вообще какая-то проблема внутри организма и ногти это тот элемент нашего тела который показывает о том что начались уже какие-то последствия и ваша задача как мастера да корректно спросите у клиента допустим всегда ли была допустим такая ситуация с влажностью ногтевой пластины и знает ли клиент с чем это связано в его организме и если не знает ваша задача отправить клиента к врачу задать как минимум анализы на щитовидную железу и определиться с его проблемой возможно вы ему поможете качественно улучшить его жизнь да и не будете просто бороться с его ногтями а комплексно подойдете к решению проблемы и также комплексно нужно подходить к решению проблемы и при педикюре то есть если вы видите какие-то уже последствия болезни например диабета да которым человек может не знать логично или там последствия неправильной обуви логично отправить его к врачу допустим к ортопеду чтобы решать проблему комплекса комплексно а не локально с последствиями теперь давайте про влажные ногти как же с ними все-таки работать как правило скажем так все базы например большинство баз каучуковые и скорее всего многие из них будут держаться относительно плохо на влажных гипергидрозных ногтях и наша задача это не подбирать базу под эти ногти а начинать с правильной подготовки ногтевой пластины работать как бы с последствием а не пытаться его чем-то маскировать мы начинаем с вами думать логично что если выделяется много влаги значит что нам нужно эту влагу убрать влагу мы убираем чем ну не базой мы не базой убираем влагу влагу мы убираем с вами при подготовке ногтевой пластины а это значит вам нужно подобрать конечно же средства для обезжиривания да или там клинсер как угодно можно его называть которым вы снимаете там весь опил после маникюра и также дополнительно использовать например фрешер да бывает в многих брендах называется фрешер это отдельная подготовительная жидкость которая также содержит под собой спирты с помощью которых мы подсушиваем ногтевую пластину то есть убираем излишки влаги также на гипергидрозных ногтях рекомендуется использовать праймер да и и третий момент когда мы работаем с гипергидрозными ногтями мы работаем скажем так не конверным способом да то есть например я бы там все ногти покрыла фрешером там а потом начала бы по одному покрывать базой мы работаем как покрыть значит нанесли фрешер он высох нанесли фрешер еще раз высох и тут же начинаем работать базы и отправлять в лампу и так по одному ногтю проходим с дегидратором плюс фрешером или там два раза обезжиривателем в общем количество скажем так нанесенного спирта нам придется увеличивать для того чтобы испарялась лишняя влага вместе со спиртом думаю здесь вопрос понятен поэтому в такой комбинации когда мы работаем по одному ноготку и сразу после фрешера наносим базу да мы исключаем проблему с гипергидрозными ноготками так и кстати возможно что часто бывает проблема что есть влажные ногти гипергидрозные это одна проблема мы решаем посредством подготовки ногтевой пластины а есть вторая проблема это что часто при гипергидрозе сама кожа тоже очень влажная и допустим работа с аппаратом или комбинированным маникюром не позволяет нам качественно вычистить область под кутикулой и тогда база отслаивается уже не со свободного края да а с зоны кутикулы значит когда мы делаем маникюр человеку с гипергидрозом мы обращаем внимание на качество обработки да то есть мы качественно обрабатываем все пазухи мы зачищаем дальше допустим даже можно зачистить пилкой с мелким абразивом или бафом зачищать область у кутикулы и часто можно даже делать небольшой отступ то есть не покрывать под кутикулу да а делать чуть чуть отступать и покрывать базу с отступом здравствуйте всем ты подключился в таком случае мы минимизируем возможные отслойки у кутикулы да и минимизируем контакт с влагой в первую очередь с влажной кожей вот такой момент так и конечно возможно что у людей с гипергидрозом еще есть проблема это просто слабые ногти тогда мы делаем дополнительное укрепление вот и опять же работаем с клиентом мы с клиентом должны разговаривать и объяснять что вот у вас такая ситуация пожалуйста сходите лучше к врачу да это все проговорили и дальше говорим о том что допустим как мы сохраняем да стойкость нашего маникюра как правило мы всем клиентам говорим работаем в перчатках все делаем в перчатках моем посуду в перчатках но в случае с гипергидрозом в перчатках будет создаваться еще более сильный парниковый да эффект руки будут потеть еще сильнее это значит что мы должны использовать перчатки из натуральных материалов да хлопковые чтобы минимизировать потоотделение либо использовать присыпки да при работе в перчатках потому что иначе функция перчаток защитная у нас абсолютно бестолковые просто начнутся отслойки и ноготь будет весь отходить почему происходит вообще отслойка на гипергидрозных ногтях как бы вот физически да как это происходит ногти вообще даже не только при гипергидрозе а при работе например с водой то есть вообще с повышенной влагой что происходит ноготь так как он пористый он напитывается влагой и начинает менять свою форму ну например там напитался мой ноготь влагой и он распух ну я так прямо очень грубо распух увеличился в размере и допустим начал распрямляться а гель-лак у нас таким свойством не обладает он влагой не напитывается и он остается на месте и за счет этого происходит отслойка потому что движется натуральный ноготь а материал который у нас сверху он так не движется возникает пустое пространство между материалом ноготком и соответственно дальше идет отслойка туда забивается грязь пыль там что угодно даже вода влага да и еще больше 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 ноготочек у нас отслаивается поэтому на это тоже обращаем внимание так все про гипергидроз рассказала вот поэтому вопрос здесь не в базе а в подготовке и в маникюре а также в том как клиент себя ведет после маникюра вот и вам спасибо за такой интересный вопрос который мы сегодня рассмотрели поехали с вами дальше давайте я подведу итоги и вижу многие подключились только сейчас напоминаю что мы сегодня с вами смотрели бренд the one трансляции конечно же остается в перископе навсегда в инстаграме хранится сутки дальше можно ходить в нашем канале в перископе канал точно так же называется ногтешоп там очень много трансляций на разную тему которые можно смотреть бесконечно и бесплатно что самое важное вот мы с вами сегодня потестили этот эту марку посмотрели базы то есть мы с вами выявили что у этого бренда есть две базы одна жидкая для того чтобы не делать выравнивание и быстро покрывать также подойдет для педикюра вторая база классическая раббер база я ее рекомендую новичкам потому что она густая и также рекомендуют для того чтобы перекрывать элементы дизайна такие как ленты камефубики слайдеры там блески что угодно тоже можно ей перекрывать и классический раббер топ он без липкого слоя и стоимость у них у всех 420 рублей вот дальше поехали по цветным гель-лакам мы с вами сегодня покрыли много типс и пигментированных и пастелек все они очень классно ложатся в 1-2 слоя проблем с пигментом нет даже у пастелек объем точно такой же цена всего 350 рублей при этом как я уже вам показывала просто шикарнейшая палитра вот у меня она не помещается в экраны невозможно ее показать всю есть и пастелики и синие красные и зеленые и даже неончики тоже есть вот и какие-то сложные цвета по типу хаки которые мы сегодня смотрели тоже такие есть стоимость всего 350 рублей по нюансам работы мы посмотрели что действительно возможно не всем удобно работать с квадратной крышечкой неудобно держать в руке но это на любителя дальше мы посмотрели что очень мягкая кисть я отмечаю это как плюс потому что я люблю мягкие кисти мне с ними очень комфортно работать для того чтобы не создавать проплешины не на покрытии не при покрытии топом вот по размеру кисть ну для кого-то короткая для меня не знаю ну средней длины скорее не самая короткая не знаю чуть укороченная вот вот такие нюансы работы и бренд как я уже говорила наш российский бренд так так вижу просто хорошие пилки давайте с вами думать а точнее рассуждать опять же какие пилки вы имеете ввиду пилки для наращивания пилки для натуральных ногтей пилки которые со сменными файлами или пилки стандартные да как мы привыкли там на любых основах вот исходя из этого будем разбирать какие пилки хороши уточните пожалуйста Елена вопрос какие для чего вам нужны пилки так и я вам напоминаю что бренд the one у нас недавно появился на данный момент почти все цвета я кажется видела что все цвета в наличии некоторых осталось возможно по одной-две штучки но в целом еще очень много всего есть а как можно посмотреть наличие когда вы заходите на сайт допустим находите нужный вам оттенок там например 51 да там на сайте указано много в наличии или уже заканчивается и так вы сможете определиться бежать вам за ним скорее или еще есть время на подумать очень удобно заходите но конечно лучше всего приехать всегда к нам например сюда на Новослободскую мы находимся рядом с метро и посмотреть все вживую для того чтобы вот выбрать всего этого многообразия да пощупать флаконы вы всегда можете там открыть флакон да посмотреть консистенцию и определиться подходит вам или нет так ага пилки со сменными файлами давайте наверное мы тему пилок со сменными файлами возьмем на следующую трансляцию потому что их нужно конечно показывать и смотреть по и размеру да они же абсолютно разные по размеру по там есть вспененные файлы не вспененные плоские неплоские основы да как их держать в руке какие абразивы там крошится не крошится хорошо снимается с металлической основы или плохо да вот такие нюансы там ребра например хорошо обрезаны режут или не режут да там светлые файлы или темные поэтому давайте кстати возьмем действительно на тему для следующей трансляции трансляции и в принципе если у вас есть пожелания по темам которые вы хотите именно рассмотреть в прямом эфире скажем так таки объемные по своему содержанию на которые я сейчас не могу ответить в двух словах то давайте определимся с ними пишите пожалуйста в комментариях кто смотрит в перископе и в инстаграме какие темы для вас актуальны какие то большие темы или если у вас есть какой то небольшой вопрос на который мы можем ответить прямо сейчас давайте рассмотрим прямо сейчас потому что в принципе все темы мы ставим исходя из вашей активности и исходя из этого я вот как бы строить свои трансляции выбираю как нам их проводить да как что вам именно интересно и в каком формате в постах в прямых эфирах или в таких коротких ответах вопрос ответ сейчас у нас с вами такой момент когда вы можете задать любой вопрос и мы с вами его разберем так и вижу вопрос про ультрамариновый гель-лак ультрамарин ну честно сложно немножко здесь когда мы говорим об ультрамарине все воспринимают по-разному давайте я вам на примере the one покажу цвета и вы с ним сможете определиться сейчас очень хорошо передает камера все оттенки кстати практически не врет да только делает более темные оттенки более темными мы с вами смотрели например ультрафиолет да под номером 051 это вот этот он конечно здесь намного темнее чем в жизни он чисто фиолетовый вот если мы смотрим такой же ультрафиолетовый только в синий тон то конечно это 074 так и дальше да уже более разбеленные цвета угу 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 так я вижу угу вопросы по пилкам значит для натуральных классические давайте вот я видел вопрос там в перископе был по пилкам со сменными файлами а здесь по классическим давайте мы эту тему возьмем на следующую трансляцию разберем пилки абразивы там для натуральных для наращивания и пилки со сменными файлами вот будем с вами так тогда договариваться такую тему возьмем так какие материалы есть для протезирования смотрите мы же с вами у нас магазин эстетики мы с вами работаем с эстетикой я работаю с эстетикой я не работаю с протезированием и материалы для протезирования для подологов конечно лучше находить в институте подологии как правило все кто в москве да покупают именно там в магазинах товарах допустим для ногтей да таких классических я нигде не видела такого ассортимента потому что в принципе это не наш немножко профиль поэтому я думаю если вы подолог и проходили обучение вы прекрасно знаете куда идти за этими материалами в москве это институт подологии так девушки давайте еще тогда даем время прям две минутки подумать какие вопросы у вас есть какие-то текущие быстрые вопросы скажем так на которых я могу ответить коротко и если таких нет но есть какие-то глобальные вопросы глобальное непонимание какой-то темы или то в чем хочется разобраться пишите пожалуйста эту тему я ее возьму на вооружение и мы с вами в других трансляциях будем ее тогда рассматривать подробно сегодня например мы затронули так чуть-чуть вопрос гипергидрозных ногтей как с ними работать и также можем взять какую-то похожую тему для следующего раза полуминутки на вопросы и если вопросов нет то будем с вами заканчивать и сохранять эфир в перископе сохраняем навсегда в инстаграме сохраняется на сутки везде у нас одинаково называется профиль это ногтешоп поэтому вы не промахнетесь может быть там интересные темы там как найти клиентов или почему клиент отменяется там что делать с опозданиями там психология работы ну как бы любой вопрос да который связан с нашей работой вы можете задать его здесь написать в комментариях здесь или написать в комментариях к посту с анонсом сегодняшней трансляции этот пост висит в ленте заходите в комментарии пишите темы или ой или вопросы которые у вас остались так этот гель лак в цену всего 350 рублей за 11 миллилитров и мы его рекомендуем да для того чтобы расширять палитру цветовую потому что здесь есть из чего выбрать и конечно как хороший ну бюджетный вариант гель лака так все вижу вопросов нет в перископе в принципе все я вижу народ ушел ладно хорошо в принципе тему мы с вами взяли на выражение возьмем пилки и если возникнут еще вопросы заходите в пост в инстаграме про сегодняшнюю трансляцию и я там на них тогда отвечу так последний вопрос вижу так засыхает ли ну в смысле засыхает мы же с вами работаем с гель лаками конечно они не засыхают просто так они лишь могут при скажем так это подходит срок использования к концу срок годности да они могут расслаиваться отслаивается пигмент от основы да гелевый такой момент бывает так как избавиться от страха перед клиентом сколько засыхает секунд стандартное время полимеризации для уэф ламп 2 минутки для гибридных и и лайт ламп 30 секунд мы сейчас сушили по 30 секунд отлично высыхало ничего не скукоживалось так я поняла страх перед клиентом давайте я возьму эти темы для постов я пишу посты и напишу пост и мы эту тему там разберем страх перед клиентом продублируем гипергидрозные ногти для тех кто пропустит эфир и тогда в следующем эфире разберем с вами пилки простые и со сменными файлами все всем спасибо за эфир я вижу что многим было полезно многие узнали для себя что-то новое это для меня самое главное я очень рада и пожалуйста в ответ на мою полезность проявляйте свою активность пишите комментарии у нас в инстаграме под постами задавайте вопросы вам всегда помогут ответят в том числе и я и нам будет приятно что вы интересуетесь хотите учиться новому и узнавать что-то новое все тогда до встречи в следующих эфирах и до встречи в постах полезностях которые будут обязательно выходить все всем спасибо спасибо